В сердце Рима бьется не в мраморе Сената, оно на арене Колизея. Цитату из известного фильма можно применить и к Тольятти. Своя арена есть и тут. Конечно, это не легендарный римский амфитеатр, но гравий здесь кипит и вздымается в небо. Спидвей. Давняя и сильная любовь Автограда. Спидвей в Тольятти больше, чем спорт. Наравне с гонболом и хоккеем – визитная карточка города. С шумными и зрелищными гонками местные жители столкнулись лицом к лицу в далеком 1967 году. Тогда при спортивно-техническом клубе ДСА в Куйбышев Гидростроя была создана команда «Жигули». С тех пор и началась спидвейная история Тольятти. Тольяттинский клуб. Свой путь от новичка и до темной лошадки. И уж тем более до одного из лидеров отечественного спидвея начинал сложно. Никаких поблажек. Боевым крещением стал чемпионат СССР. Он закалял команду и показал «Жигули» способным постоять за себя. Первые всесоюзные соревнования с участием «Жигулей» откровением не стали. Шестое место. Однако позади молодая команда оставила еще шесть конкурентов. Для первого серьезного старта – неплохой результат. Дальше упорная работа. Километры вспаханного гравия. «Жигули» сквозь неудачи и поражения пробиваются в лидеры. 1972 год. Переломный. Своевано первое место в чемпионате Советского Союза в классе «Б». Победа – путевка в высшую лигу. Клубу, выступающему в классе «А» не по статусу кататься на старой арене. Родной для команды «Жигули» стадион «Строитель» реконструирует. Появляются новые помещения спортивно-технического клуба, боксы для мотоциклов. А главное – новые железные кони, вся мощь которых поступает в распоряжение тольяттинских воинщиков. Обновленный стадион принимает сразу несколько крупных соревнований. Кубок дружбы, социалистических стран и финалы континентальной зоны Европы. Чемпионаты мира. Дальше – больше. В 1975 и 1979 году финальные старты народов СССР. В 1977 году в Тольятти приехало 16 сильнейших мотогонщиков из Польши, Чехословакии, ФРГ и Советского Союза. А в 1978 году на «Строители» схлестнулись в мотобитве спортсмены тольяттинской команды и команды из Швеции. Спустя 10 лет спидвей в Тольятти становится всесезонным. Гаревым заездом добавляются ледовые. На радость публика команда из Автограда не знает себе равных в новой дисциплине. На пьедестал ледового спидвея восходят новые звезды. Например, Анатолий Бондаренко. Середина 70-х, начало 80-х – золотое время тольяттинского спидвея. Местные спортсмены в составе команды Куйбышевской области за несколько лет проходятся по всем призовым местам чемпионата страны. Золото берется дважды. А вот уже в годы перестройки спортивный олимп для тольяттинских гонщиков становится все более недостижимой мечтой. Команда по Гаревому спидвею в 1987 году занимает лишь четвертое место на первенстве страны, а уже в следующем и вовсе покидает класс А. На рубеже 80-х и 90-х и вовсе поднимается вопрос о прекращении существования клуба «Жигули». Спасает команду новый спонсор – тольяттинская фирма «Мегалада». В 1994 году команда пересаживается на новые мотоциклы, приглашаются молодые и перспективные гонщики. Начинается триумфальное возрождение тольяттинской мотодружины, которая получила новое название – «Мегалада». С тех пор обновленная команда снова в лидерах. При этом у нее появляются сразу два состава. Оба показывают высокие результаты. 2000 год – еще один переломный момент в истории тольяттинского спидвея. Президентское кресло «Мегалада» занимает Анатолий Степанов. И без того успешный клуб становится просто непобедимым. 15 первых мест в командном зачете чемпионата страны, 11 в личном. «Мегалада» – четырехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов и 12-кратный обладатель Кубка России по спидвею среди пар. Вместе с российскими спортсменами цвета тольяттинского спидвея защищают титулованные легионеры – австралийцы Ли Адамс и Райан Селиван, датчанин Никки Педерсон, британец Гарри Хевлок и чех Покумил Бргел. В 2006 году строитель снова реконструирует. Теперь стадион отвечает всем требованиям для проведения соревнований международного уровня и становится одной из лучших специализированных аренд для технических видов спорта в Европе. При клубе открывается областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею. В 2007 год руководство клуба принимает решение о возобновлении традиции ледового спидвея в Тольятти. Новая старая дисциплина, как и гаревые заезды, удается на славу. «Мегалада» побеждает в первой лиге и выходит в высшую суперлигу. Сезон 2008-2009 ознаменовался получением звания вице-чемпиона страны в Пышке. Клуб снова на спортивном Олимпе. В 2009 году Тольяттинский спидвей понес невосполнимую потерю. На Анатолия Степанова было совершено покушение. Нападение произошло здесь, в Центральном районе. Старания медиков оказались безуспешны. Президент спортивного клуба «Мегалада» скончался 24 февраля. Переоценить вклад Анатолия Степанова в развитие спидвея в Тольятти сложно. Он взял клуб под свою опеку в трудные времена. При нем прошла самая масштабная реконструкция местной арены. А имя «Мегалада» еще громче зазвучало в мире отечественного и европейского спидвея. Его дело было продолжено. Клуб возглавил сын Алексей. А «Мегалада» продолжила завоевывать первые места. С 2009 года в Тольятти проводится мемориал Анатолия Степанова. Крупные соревнования, в которых принимают участие лучшие гонщики России и мира. У нас требовалось выбрать дату удобную для приезда и отъезда этих гонщиков, для того, чтобы они успевали на свои лиговые гонки, на серии Гран-при и так далее. Собственно, что мы и сделали. Ни один гонщик не отказался. Все с удовольствием согласились и все приехали. Потому что с очень многими он был знаком. И с ним, соответственно, они тоже. Были разные форматы. Были личные, были командные. Была гонка между сборной России и сборной Польши. Была гонка ветеранов между «Мегаладой» и «Лукойлом». То есть это были такие знаковые гонки. Они были очень такие захватывающие, самые интересные, наверное, в свое время. В этом году на арене, которая теперь носит имя Анатолия Степанова, снова сойдутся лучшие гонщики России и мира. Десятый мемориал памяти президента спортивного клуба «Мегалада» состоится 7 сентября. Участие в нем примут команды из Тольятти, Владивостока, Балакова и Октябрьского. Их топовые составы усилят легионеры из Дании, Латвии, Польши и Швеции. Встречаемся 7 сентября на главной гонке сезона. Приди и поддержи «Мегаладу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова